Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня давайте поговорим о Сталом Поботе. Почему-то я думала, что о нём вопросов не возникнет у многих, потому что, мне кажется, это очень просто его получить. Но оказалось не так-то уж просто. И у многих возникает вопрос, какие нужны документы, кто может вообще получить данное разрешение на проживание на территории Польши. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Как известно, Сталый Побот, либо тот же ПМЖ, постоянное место жительства, даёт право находиться на территории Польши в течение 10 лет с возможностью продления данной карты. В социальных сетях очень часто возникают споры, что после 5 лет нахождения на территории Польши по временному проживанию можно получить Сталый Побот. На самом деле это не так. Если вы давно смотрите мой канал, тогда вы, конечно же, в курсе, и у вас не возникает таких мыслей. Но если вы ко мне подключились совсем недавно, то я повторюсь. Если вы находитесь на карте временного пребывания, то после 5 лет проживания на территории Польши, и за этих 5 лет 3 года вы официально работаете, вы можете подать на карту резидента. Карта резидента даётся на 5 лет с возможностью тоже её продления. Карту Сталого Поботу сейчас уже никто не получает после временного проживания, не считая некоторых исключений, о которых мы поговорим немножко позже. Поэтому, если вы находитесь здесь на карте Часовего Поботу, то помните, что после 5 лет вы можете податься на карту резидента, получать карту резидента, и потом в один миг, который вы захотите, решите для себя, можете получить потом уже гражданство. Но более детально об этом, как получить карту резидента, вы можете посмотреть отдельное видео, которое давным-давно уже есть у меня на канале. Если вы его не видели, то переходите по ссылочке и посмотрите обязательно. Ну а сегодня не об этом, а сегодня о карте Сталого Поботу. Сейчас самым главным критерием, как и для карты резидента, так и для гражданства, вы должны получить сертификат B1. Немножко позже я вам также расскажу, как получить сертификат B1, это будет уже в новом моём видео. К карте Сталого Поботу, конечно же, очень много есть плюсов и привилегий. То есть, первое, это то, что вы можете пересекать границы Польши неоднократно. Вы можете выезжать в страны Евросоюза с туристической, либо же рабочей целью, но работать вы можете на территории Евросоюза не больше 90 дней из 180. Если вы хотите продолжать работать больше, чем 90 дней из 180, тогда вам нужно получать в той стране, в которой вы находитесь на территории Евросоюза, разрешение на работу. И тогда вы можете тоже спокойно работать. Карта Сталого Поботу также даёт вам возможность получения гражданства Польши. С карты Сталого Поботу также можно получить бесплатное образование, плюс вы можете претендовать на стипендию в учебных заведениях. Кто же может вообще получить карту Сталого Поботу? Конечно же, это дети граждан Польши, а также дети граждан карты Сталого Поботу. Также это иностранцы, которые имеют карту поляка и подаются с целью получения карты Сталого Поботу. Также это люди, которые находятся в браке с гражданином Польши более 3 лет и обязательным ещё условием нужно находиться на территории Польши не менее 2 лет. Также карту Сталого Поботу могут получить беженцы, пребывающие на территории Польши не менее 2 лет. Также это иностранцы, которые пребывают на территории Польши с разрешением на толерантное пребывание, ну а также жертвы торговли людьми. Стоимость карты Сталого Поботу 640 злотых плюс 50 злотых за выдачу самого пластика, то есть самой карты. Исключением являются те иностранцы, которые имеют карту поляка, а также которые получили старту с беженца. Эти люди освобождаются от оплаты, то есть для них карта Сталого Поботу бесплатна. Для того, чтобы получить карту Сталого Поботу, вам, конечно же, нужно будет постараться собрать немаленький список документов для её подачи. Самое главное, это нужно будет заполнить в двух экземплярах заявления, то есть внёсок на разрешение на Сталый Побот. И данный список документов я вам буду перечислять в зависимости от нашего воеводства, то есть от поморского воеводства. Я знаю, что в каждом воеводстве немножко отличается количество копий и количество документов, но рассказываю о нас, а вы уже узнаваете именно в своём воеводстве. После того, как вы заполнили внёски, вы готовите копию всего паспорта, первая страница, там, где фотография, два раза, и даже те страницы копий делаете, где они пустые, то есть там, где нет отметок. Дальше это 4 фотографии, 3,5 на 4,5. Если вы подаётесь по воссоединению с картой Сталого Поботу, либо же по воссоединению с гражданином Польши, вы переводите своё свидетельство о браке на польский язык у присяжного переводчика. Если же вы оба иностранцы, и вы переводите свидетельство о браке на польский язык, вы также должны пойти в ужин Стану Цивильнегу, так называемый ЗАГС, и уместцовать своё свидетельство о браке. Уместцование нужно будет предоставить ваш оригинал свидетельства о браке, только не заламинированный, это самое главное. Также нужно будет предоставить перевод на свидетельство о браке на польский язык у присяжного переводчика, оплата и заявление. И в течение месяца вам делают уместование и выдают свидетельство о браке, который будет вписан в польскую книгу «Акт маженства». И вам выдают такое вот заключение, и вы потом с этим заключением, что вас зарегистрировали уже в УСЦ, относите в ужин по делам иностранцев. Если же вы подаетесь по воссоединению, либо же с вами подается ваша семья, то обязательно нужно прилагать все копии документов супруга. То есть, это копия паспорта, если же он гражданин Польши, это тоже подтверждающий документ, сама карта гражданина Польши. Если же вы подаетесь на карту столового попыта через карту поляка, то обязательно копию карты поляка и подтверждающий документ, на основании чего вы ее получили. Если же вы подаетесь сразу по корням, то вы предоставляете подтверждающие, опять же, документы. То есть, это копия одного из родителей, имеющих гражданство Польши, либо национальность имеет поляк, либо же двух прабабушек и дедушек польского происхождения. Также это могут быть документы польского удостоверения личности. Также подходят такие документы, как свидетельство о гражданском статусе, либо же свидетельство о крещении на территории Польши. Также это документы, подтверждающие завершение военной службы в польской армии. Также это могут быть еще документы, подтверждающие о депортации, либо же тюремном заключении, где содержится запись о польском происхождении. Если же вы получили убежище и на основании этого хотите податься на карту столового попыту, то вам нужно будет предоставить документ, разрешение о предоставлении убежища. Если же на карту столового попыту подаются дети, то для них точно так же нужно подавать в двух экземплярах внесок на столовый попыт, 4 фотографии 3,5х4,5. Это также копия всего паспорта, свидетельство о браке родителей, переведенной на польский язык присяжного переводчика, а также уместование его. Если дети родились здесь, на территории Польши, то тогда свидетельство о рождении ребенка. Также для тех, кто подается на карту столового попыта, вам нужно будет предоставить оригинал и копию аренды жилья, то есть вы нам на мешкание. Далее это еще подтвердить ваше материальное состояние здесь, на территории Польши. И до 1 октября это 514 злотых на человека в семье, либо же если на одного человека, то это 680 злотых. С 1 октября, если вы будете подаваться на карту столового попыта, либо же на карту временного пребывания, уже сумма немножко увеличивается. Я уже писала в своем блоге на фейсбуке, и эта сумма будет составлять 528 злотых на человека в семье, либо же 701 злотых, если человек один. Если же вы не можете предоставить такую как бы справку с банка о какой-то определенной сумме, то вы можете предоставить еще договор на работу, если вы трудоустроены. Ну и также все члены семьи должны быть обязательно застрахованы, то есть вы должны принести страховку на каждого члена семьи, независимо, ребенок это, либо же взрослый человек. Как всегда обещает ужин рассматривать дело в течение 3-4 месяцев, но на практике карта столового попыта немножко, конечно, рассматривается быстрее, чем разрешение на временное пребывание. Но это все равно где-то 6-9 месяцев, и я вам всегда советую, если уже ваше дело очень сильно затягивается, ходите в ужин, напоминайте о себе, пишите заявления, пишите жалобы, чтобы вам ускорили процесс рассмотрения ваших документов, и вы уже наконец-то получили долгожданную децизию. Надеюсь, видео для вас было полезно, и я рассказала по максимуму все, что нужно было видеть, и в принципе ничего сложного такого нет. Самое главное, по максимально собрать все документы, которые у вас есть на руках. Помните также тот факт, что все оригиналы остаются у вас, а копии вы предоставляете в ужин, потому что я также не раз уже говорила, что в ужинах бывает так, что они теряют какие-то документы, поэтому, чтобы вам их не пришлось где-то восстанавливать, делать дубликаты, то отдавайте туда ксерокопии, а оригиналы пусть сохранятся у вас. На этом сегодня у меня и все, спасибо, что были вместе со мной, ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok